если говорить о том как сейчас это все происходит немножко побыстрее отхожу то есть до самые ужасные эмоции сразу после игры когда прихожу домой и особенно ложусь спать и вот эти вот мысли кручу в голове переживаю не могу уснуть но на следующий день как правило уже начинаю отходить и думать о том что будет и настраиваться на другие игры раньше переживала намного дольше наверно с возрастом как-то понимаю что спорт это и победы и поражения поэтому сейчас немножко побыстрее отхожу это моя работа и мы договариваемся о том что вот этот игрок подает больше в эту зону поэтому я иду перестраховываю принимающего в эту зону ну так вот по каждой расстановке и ходу игры тоже нужно чувствовать у одной пошел прием хорошо все получается другой нет значит надо поддержать ту у которой сейчас проблемы навыки ну не всегда идеально все получается но мы спортсмены мы давно в этом виде спорта и чувствуем друг друга да выигрывал я чемпионат россии в прошлом году но я мало принимал участие в играх и поэтому у меня нету полное полного удовлетворения от этой победы идя в казань я хотела выиграть чемпионат россии губы красивым все что можно и при этом чтобы приложила как можно больше усилий и вклада в эти победы это правда важно важно я не знаю может быть это эгоизм может для спортсмена это хорошо для меня важно играть и как только я пойму что у меня нет сил нет здоровья я начала плохо играть не устраивать тренера ну вот все моменты я наверное сразу подумаю о том чтобы закончить потому что стоять на замене постоянно постоянной основе я имею ввиду но для меня это тяжело понятно что можно играть по очереди но это еще допустимо но так вот как прошлый сезон у меня прошел это тяжело и и мне это не подходит и я прям сейчас ощутила это на семье часто он на приеме он говорит расслабиться то есть мы готовимся к подаче прямо такие зажатые сконцентрированные он говорит релакс расслабьтесь и все получится но это в принципе по каждому действию он так говорит потому что российские игроки по его мнению это роботы я отчасти с ним согласна у них там в европейских странах люди действительно раскрепощенные на площадке себя ведут по-другому да у меня есть две бабушки одна по строже другая подобрее со стороны строгой бабушки всегда ну прям серьезная критика то есть она очень хорошо разбирается в волейболе вот как правило она мне звонит я говорю бабуль у меня есть первый тренер второй третий который сделает мне замечание поправит меня да я сама знаю ты меня поддержи лучше как внучку меня вот такая нужна поддержка но вроде все мы об этом с ней договорились уже нету таких жестких комментариев вот другая бабуля которая добрая но там всегда абсолютно всегда слова поддержки и еще что не делается все к лучшему то есть это картина по номерам это книги это пазлы это иногда лего ну вот когда у меня в том сезоне в москве было больше свободного времени я всем этим занималась и ну как-то мне спокойный вид отдыха я предпочитала конечно хочется вот например зима поехать там покататься попробовать на сноуборде или еще на чем-то но понимаю что травмоопасно и лучше туда не лезть пока это очень часто да ну потому что невысокий рост и может быть выгляжу я вот если посмотреть на площадке мое поведение и в ней это мне кажется совершенно два разных человека поэтому в жизни часто удивляются что я волейболистка да у меня даже знаете достижение не в плане медали наверное сейчас больше на уме а вызов сборную в том году для меня это прям было событие я была рада я понимаю что сейчас нет важных соревнований нет никаких соревнований для сборной но все равно это важный момент в жизни каждого спортсмена да я училась хорошо в школе а потом когда начала заниматься волейболом я научилась увиливать немножечко от уроков ну то есть если быть честной у нас была утренняя тренировка пол седьмого утра потом школа потом вечерняя тренировка точно уроки вообще не оставалось времени а я понимаю что я прихожу после утренней тренировки не хочу в школу я хочу спать поэтому бабушка наверное не знает но вот сейчас узнает я прогуливаю школу несколько раз потому что нужно было отдохнуть и быть готова к вечерней но если возвращаться к тому чтобы было если бы я не представляю то есть волейбол настолько захватил мою жизнь и мне это нравится и то есть по сей день у меня какая-то эйфория то есть нет такого что я наигралась меня уже не интересно пока что у меня есть удушевление и каждая игра для меня ну вот это вот немножко волнение а как все будет как все сложится нужно выиграть и я считаю если есть такие эмоции то это хорошо было бы плохо если бы было равнодушие а